Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 7 сентября 2020 года. В этом фильме я покажу вам фрагменты наших маршрутов, где во дворах явно видно, как откапывали Москву. Если снаружи многие вещи сглажены, приглажены, и вообще сейчас стараются убирать следы глиняного засыпа XIX века, но еще очень много чего осталось, и можно посмотреть, увидеть своими глазами. Нет, там не пирамида, там атмосферное электричество. Вот если мы уберем эту пирамиду, то здание будет выглядеть совсем иначе, и будет там атмосферное электричество, которым оно обогревалось, скажем, с XIX века, со второй половины, когда уже климат был другой. Ну, климат, насколько я так понимаю, климат изменился с конца XVIII века. Уже Пушкин уже был при зиме, что называется. Сдвинулась очень. Посмотрите. Посмотрите. Поднимайся туда подальше. Вот еще вам одно доказательство, как шел засып. Он шел по улицам сверху, и он идет везде равномерно, он идет отсюда. Видите? Все дома засыпаны. А вот это все откопано. Такой заток страшный был. Страшный. Вот поэтому видно, может быть, и живет. Сто процентов живет. Вот он конкретно. Вот так вот. Якова так строили. А вот смотрите, натуральные камни. Прям натуральные, мечтай камни. Ну вот, что-то разрушено. Да, натуральные камни. Была ступенька, но это уже... Непонятные наградили. Уже скопали, сколько скопали, да? Ну да. Непонятные. Вот характерные, просто стопроцентные, доказательства. Но если я буду это показывать, я их не показываю. Они просто это нам перекроют и все. Черный, обожженный. Черный, да. Кстати, обратите внимание, что везде черный, обожженный кирпич, который потом стирали. Это говорит о том, что было быстрая, кратковременная, огромная температура воздействия. Вспышка ядерного, ядерная вспышка. Это короткая, тонкая вспышка. Это доказал. Неофициальная история, Вадим. Знаете, даже может быть такое, судя по тому, что в двух кораблях, в тройке, в тройке, в тройке, в тройке, в тройке, это могло быть разрушено. И уже из тех кирпичей... Естественно, конечно. Здесь уже много, по крайней мере, две войны у нас здесь было. То есть они просто брали, как, встретили материалы. В 19 веке, да. И из них возводили заново. Ну, там тоже, вон, наверху дострою уже из другого кирпича. Вот видно это, да? Вот наверху разный кирпич. То есть они что имели, из того и дорожили. Да. Вот уровень, как он был разрушен, где-то черный кирпич сохранился. И там дальше красный идет, новый кирпич отстроенный. Ну, здесь уже просто... Стенища какая. Да, вход туда, я не знаю, что это такое. Или тамбур сделан. Безусловно, там как бы... Таджиков тогда не завозили. Жаль, нельзя посмотреть, что там за стенка. Ну, колодцы уже делали, да. Это уже как бы вот... Могли в 19 веке уже делать колодцы. Когда им надо было как-то... Здесь везде все равно жили, приспосабливаясь. Девочки, если разруха была везде, значит, занимали выжившие люди. Или те, кто сюда приезжал, они занимали любой уголок. Если дом низкий, его полностью засыпало, то понятно, там все погибли. Их уже никто не трогал. А если дом несколько этажей имел, и... Если где-то кто-то, да. И они могли как бы этот дом уже откапывать. И уже жить вот эти, да-да-да. И плюсы уже приходили крестьяне, которые там их не бомбили. Крестьяне на работу, когда их освободили якобы от крепостной храма в 61 году. Они остались, они выжили. Мы их с вами, между прочим, потомки, по большому счету, выживших этих людей. Если бы мы жили в городах, у нас бы никого не осталось. Вот там есть стена, которая снесена полностью. Там видно даже неровная стена. Вот там окладка неровная. И она снесена полностью, до верха. То есть это просто вот это был дом, наверное, целиком. Вот так вот он мог стоять, этот дом. Вот там, вон кусок этой стены, наверное, да? Там есть? Нет, не вижу. Вот здесь вот, у меня такое ощущение, что здесь должен был дом стоять. Вот первая труба, вот белая. За белой трубой идет рыхлая стена. Там была стена. Она снесена. И вот здесь что-то приспособили, девочки, да? Вот сюда, посмотрите, как люди лепили там. Что-то откапывали. И вот что-то лепили. Вход там тоже какое-то, у меня такое ощущение. Это не самая толстая стена, есть в два раза толще. И вот он, откопыш, да? Вот откопали немножечко, оставили. Для воды сток, посмотрите, сток для воды сделали, все как положено. Так что у нас здесь этот полноценный засып. Я так думаю, что здесь тоже может быть здание. Вот смотрим. Вот этот дом, судя по приямкам, ну само собой, он тоже ниже уровня Москвы реки, как все дома. Как вот то, что я вам про вас говорила. Они все имеют вот эти опоры, фундаменты ниже уровня Москвы реки. Вот он шел этот поток. Мы видим откопанную часть стены, дороги внутренней, да? Вот подпорная стена. Вот этот дом, видно, что он закопан. Сейчас его тоже обойдем. Мы видим уровень, как он шел один. Там откопали, там не откопали уже. Там дом стоит, его снесут скоро. Видите, он закрыт. Уже его нет на карте, уже непонятно, что это. А здесь были, там еще стекла сохранились, какие-то зеленые цветные стекла. Вот в этом доме. К сожалению, мне кажется, его тоже уберут. Вот он уже год стоит в таком состоянии. Если он не будет им пользоваться, то он просто разрушится. Очень жаль. Хотя крепкий дом... Ну, здесь он уже стоит год или больше в таком состоянии. Здесь типичный красный кирпич. Да, мы, к сожалению, пока все позвали. Мы тоже как овцы, как дара на себя ведем. Так, шаг за шагом, двор за двором. Мы исследуем засыпанную, закопанную Москву. Конечно, очень много видно следов. Огромнейшие катастрофы. Город погиб. Погибло большинство жителей. Может быть, 100% жителей. Конечно, наверняка спаслась элита. Как обычно, она спасается, уходит или подземными ходами, или заранее выезжает, как это было в 1812 году, когда они были предупреждены и эвакуировались. А Москву спалили вместе с жителями. То же самое, по всей видимости, повторилось еще раз и в Крымскую войну. Так что население менялось в Москве много раз. А восстанавливалось население за счет деревень, за счет сел небольших, где, в общем-то, живое население оставалось. Ну, к сожалению, грустно смотреть, как разрушается Москва, как уходят старые здания. Их никто не сохраняет. Что поделать, пока у нас такая ситуация. Ну, надеюсь, все равно вам было интересно. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, делитесь этими видео. С вами была Галина Конышева.